Выше головы не прыгнешь или мысли хозяйки приюта вслух. Выше головы не прыгнешь и как бы волонтер Людмила Чернецкая не хотела, в большинстве случаев не все зависит от нашего желания. Наши планы остаются лишь в мечтах, без поддержки, без помощи помощников. Одному становится просто нереально справиться со всем. Нашим приютом не выжить без поддержки. Иногда наступает такой ступор, что хозяйка сельского мини-приюта начинает задумываться, а правильно ли она все делает. Она одна, а что может человек со своей ничтожной пенсией в 4 800? Говорят, деньги это зло, но без них не вылечить, не прокормить и уже тем более не построить ничего для животных. Так получается и у нас. Строительство вольера для Артемона закончилось, не успев начаться. Я смогла только сделать дно для будки и поставить нижнюю часть каркаса для вольера, а дальше все. Покупать стройматериал не за что. На призыв о помощи никто толком не откликнулся. Мальчик останется в своем доме на цепи и дальше. Да и о каком строительстве может идти речь, если кормить животных нечем, признается волонтер-инвалид. На этой неделе за продуктами не выезжали, да и дам все, что закупили раньше. Поэтому пришлось идти в наш магазин и купить Рексику-грудку и Лайзе печенку с рисом. Заплатила волонтер за все 750 рублей, но это всего лишь на 2 дня, что дальше просто неизвестно. Корм у Фокси и Лайзе закончился, так же как и их диета. У волонтера нет средств даже держать всех на спецкормах, поэтому придется переводить их на общее питание. Приют сейчас еле выживает. Друзья, без вашей помощи и поддержки у нас нет будущего. Пожалуйста, не бросайте нас. Я понимаю, что таких, как мы, много. Но что поделать, если вы наша единственная надежда, чтобы хоть как-то выжить? Продолжение следует...